Привет всем! В эфире СтудентаУ. О последних событиях жизни Ставропольского Государственного Аграрного Университета расскажу вам я, Саркис Агаранян. Брокер – профессия в нашей стране новая, но довольно востребованная. Наш университет учит специалистов в этой сфере на учетно-финансовом факультете. Ежегодно в январе празднуется День Брокера. Для студентов проводят конкурсы и викторины. На учетно-финансовом факультете стало доброй традицией отмечать профессиональные праздники. День Брокера традиционно в России отмечается 31 января. Именно в эту дату компании подводят финансовые итоги прошедшего года. В преддверии праздника преподавателями кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» провели мастер-класс «Как торговать. Особенности биржевой торговли» совместно с инвестиционной компанией «Финам Ставрополь». Участниками мероприятия стали студенты учетно-финансового факультета, факультета социально-культурного сервиса и туризма, механизации сельского хозяйства. Ребята приняли участие в биржевой игре, в которой в течение пяти дней активно формировали свои инвестиционные портфели. Прямо сейчас мы находимся в инвестиционной компании «ОО «Финам», где через пару минут состоится награждение лучшего брокера школы-инвестора. Профессия эта молодая для России, потому что биржи появились в 90-х годах прошлого века. И профессия очень важная, потому что она дает возможность нашим фондовым рынкам полноценно функционировать. Брокер – это юридическое лицо, посредник между физическим лицом, клиентом и фондовым рынком, биржей. Собственно говоря, компания «Финам», в стенах которых мы сегодня встречаемся, ей уже будет 28 лет в этом году. Самый крупный, самый старейший брокер в России. В ходе мероприятия директор инвестиционной компании «Финам Ставрополь», практикующий брокер Любовь Михайловна Буталий, рассказала об особенностях трансформации личных сбережений в инвестиции. И после всем победителям вручила дипломы и памятные подарки. Полина Бычихина, Руслан Плетнев, пресс-служба СТГАУ. В спортивном зале нашего университета проходит шестой тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». На паркет вышла команда СТГАУ. О результатах игры расскажет Влада Тырсикова. Шестой тур чемпионата России 2022 года по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» состоялся в стенах Ставропольского ГАУ. Команда СТГАУ «Ставрополь» провела два домашних матча с партнерами по группе «Команда» и «Ростов-Валей». По итогам двух игр наша команда одержала победу со счетом 3-1 в обоих матчах. Впечатления хорошие, выиграли, могли выиграть 3-0, но первую партию провалили, поэтому 3-1. Будем ехать за победой, только победа нам нужна. Чемпионат России 2021-2022 года по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» – это одна из трех всероссийских профессиональных лиг. С сентября по апрель проходят 10 туров, в которых встречаются команды со всей страны, чтобы побороться за выход в высшую лигу «А». Сейчас на счету СТГАУ «Ставрополь» 21 игра, в 14 из которых команда одержала победу. Настрой, конечно, боевой – побеждать, стараться отобрать очки у лидеров, прибавлять в своей игре. Собственно, до Нового года, до вот этого тура мы шли вверх, а вот эти две игры, какой-то регресс случился. Никто не может как-то, не в своей тарелке себя чувствовать. Ну, ничего страшного, это спорт, мы растем, мы молодые, все имеет место быть. Команда СТГАУ уникальна. Она является единственной в России, полностью принадлежащей ВУЗу. За полгода существования ребята уже перешли из любительского спорта в профессиональный и показывают отличные результаты, несмотря на то, что все члены команды являются студентами. Желаем ребятам побольше удачных атак и поменьше мячей в ауте в предстоящих матчах. Практика-ориентированность – главная отличительная черта образовательного процесса в нашем университете. Очередное занятие для студентов факультета ветеринарной медицины состоялось на одном из ведущих предприятий агропромышленного комплекса Северокавказского федерального округа. На производстве в Придгорном районе побывала Полина Бычихина. «Лучшее для лучших». Именно с таким девизом студенты Ставропольского ГАО принимают опыт на лучших предприятиях края. Практика, как элемент учебного процесса, проводится с целью закрепления знаний. Чтобы проверить теорию на практике, студенты факультетов ветеринарной медицины и биотехнологического посетили одну из крупнейших агрофирм Юга России. «Приглашаем лучших выпускников, ну хочется лучших выпускников на нашу ферму. Мы готовы как бы и дальше их обучать, отправлять в командировки заграничные. А так мы рады всегда молодых специалистов принять, обучить, создать им условия. Я же знаю, я же в конце концов сам тоже был в свое время молодой специалист. Поэтому рассчитываю, что самые лучшие выпускники придут к нам на ферму и, возможно, будут здесь заниматься ученой деятельностью». На предприятии ребятам показали владения агрофирмы. Будущим специалистам рассказали о том, как правильно кормить доенных коров, как за ними ухаживать, чтобы стадо давало хороший результат по надоям. На следующий день одна корова в сутки может давать до 70 литров молока. В хозяйстве числится более 2000 голов скота. «На самом деле я первый раз нахожусь на предприятии такого масштаба. И впечатления складываются очень положительные, потому что здесь все настолько чисто, настолько вот все, допустим, большинство коровы, они все здесь очень такие чистые, опрятные, такие милые. Вот, поэтому мне очень понравилось на самом деле». «Может быть, я даже буду рассматривать это место под практику, потому что на самом деле мне очень прям понравилось, хочу сказать. Ну и, может быть, буду подавать сюда заявку на прохождение практики». Выездное занятие продолжилось на Пятигорском молочном комбинате, где опытные технологи организовали презентацию и дегустацию всех производимых товаров. Студентам показали линии производства, техническое оснащение завода и фасовку молочной продукции. «Технология производства молока состоит из следующих операций. Первая операция – это, конечно же, приемка молока, самое основное. Когда с агрофермы нам приходит молоко, инженер-лаборант совместно с инженером по ВТП осуществляет приемку молока. Осматривается целостность проб, затем берется анализ. Если физико-химические и микробиологические показатели соответствуют норме, мы принимаем это молочко. У нас существует два поста приемки, на которых мы принимаем молоко, охлаждаем до температуры 4 плюс-минус 2 градуса и храним в специальных молокохранилищах. В резервуарах у нас есть три резервуара по 60 тонн и три резервуара по 50 тонн, оснащенные охладительной рубашкой и мешалкой». Ставропольский государственный аграрный университет и крупные сельхозпредприятия региона связывает тесная и давняя дружба. Наши студенты всегда востребованы, как молодые специалисты, которые еще со времен обучения вникают в рабочий процесс. Полина Бычихина, Руслан Плетнев, Пресс-служба СТГАУ. Это был Студент.АУ. Увидимся на следующей неделе. И помните, поступайте правильно, поступайте в аграрный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова